Всем привет! В этом видео будет обзор на пастельные мелки Виста Артиста. Я приобрела набор из 48 цветов в магазине Леонардо. Его цена составила 850 рублей, то есть около 18 рублей за штуку. Первым делом я освобождаю мелки от бумаги, так как люблю рисовать ребром. И сразу скажу, что это было просто мучение. Они очень тяжело разворачивались и на весь этот процесс у меня ушло около получаса. Мелки заявлены как художественная soft pastel, то есть мягкая пастель. Они имеют тонкий круглый корпус, вполне удобный. Произведены мелки в Китае, имеют две степени светостойкости. Одна звездочка означает средний светостойкий и две просто светостойкие. Из 48 цветов 32 мелка имеют одну звезду. Давайте узнаем, что заявляет нам производитель. Пастель изготовлена из натуральных природных пигментов с применением особых технологий производства. Предназначена для живописи декоративно-прикладного творчества. Обладает бархатистостью, насыщенностью оттенков и хорошими покрывными свойствами. Мягко ложится на гладкие текстурные поверхности различных сортов бумаги и картона. Прекрасно растушевывается и дает четкий штрих. Пастель можно размывать водой, а также рисовать по мокрой поверхности. Наряду с традиционным применением отлично сочетается с другими материалами. Акварелью, чернилами, акрилом, гуашью, цветными и акварельными карандашами. Пастель на выкраску я наносила в два слоя, затем растушевывала. И уже на этом этапе я заметила, что мелкие сильно крошатся и оставляют много пыли. Они ложатся сухо и не очень плотно. Поэтому их однозначно стоит отнести к твердой пастели. Как вы можете наблюдать на выкраске, всем цветам даны названия. Есть дублирующие также на русском и английском языках. Сама палитра имеет большое разнообразие оттенков. Много красивых цветов для портретов. Хотя в этой подборке мне явно не хватает глубоких, темных, таких насыщенных оттенков. Синих, зеленых, красных и также градаций серого. А теперь давайте сделаем сравнение этой пастели. Исходя из того, что эта пастель все же твердая, логично ее сравнить с другой твердой пастелью. Из бюджетного сегмента у меня есть для сравнения пастель Мюнгё. Мюнгё Галлери. Это квадратные брусочки, которые я покупала поштучно. Цена одного мелка 40 рублей. Но стоит также учитывать, что мелок сам приблизительно в два раза больше по объему. То есть можно сказать, что цена плюс-минус одинаковая. И сейчас по выкраске вы можете видеть, что пигментация и укрывистость мелков почти не отличаются. Однако по ощущениям Мюнгё ложится гораздо мягче. Сейчас я поднесу камеру ближе и вы сможете заметить разницу даже по звуку при нанесении. Отдельно предлагаю сравнить черный и белый мелки. У Виста Артиста получается скорее темно-серый оттенок. А вот их белый мелок мне понравился немного больше, потому что он ложится плотнее. Отдельно я сделаю выкрустку на темной бумаге. Давайте теперь проверим мелки при наслоении. И вот здесь нас ждет провал. Уже со второго слоя получается каша. Достойную укрывистостью они не обладают. И наслоить чисто цвет у вас не получится. Ну а теперь можно подвести итоги. Плюсы. Самый главный плюс – это цена. 18 рублей за мелок – это очень дешево. Второе – это хорошая палитра базовых оттенков. Третий плюс – это доступность. Данный набор есть почти во всех художественных магазинах. Ну и четвертое – это экономичный расход. А теперь к минусам. Первый минус – это то, что некоторые мелки сильно крошатся. Именно не пылят, а крошатся. Вторым минусом мы можем опровергнуть заявление производителя о том, что это мягкая пастель. Все же она твердая. И твердая не равно плохая, просто данное заявление неверно. Третий минус – это пигментация и укрывистость. Вы сами видели на выкраске то, что перекрываются они очень плохо. Ну и четвертый минус – это процесс нанесения. Нужно довольно сильно давить на мелок, чтобы бумага вобрала в себя цвет и при этом они ложатся довольно сухо. Но несмотря на все вышеперечисленные минусы, могу сказать, что и мелками Виста Артиста можно создавать замечательные рисунки. Просто нужно будет приложить больше усилия и терпения. Делая вывод, стоит ответить на вопрос – кому же все-таки подойдут эти мелки? На мой взгляд, новичку для того, чтобы попробовать пастельную технику, можно приобрести данный набор не задумываясь, так как цена отличная, а качество – ну не самое плохое. А также они отлично пригодятся как база твердых мелков для подложек, так как они имеют много красивых оттенков и ложатся довольно прозрачно. И если вам был полезен и интересен данный обзор, не забудьте оценить это видео. Ну а я с вами прощаюсь, пока-пока!